У каждого героя нашего следующего сюжета своя печальная история. Историю, которую хотелось бы забыть навсегда, поскольку в большинстве случаев это история предательства. Когда люди предают друг друга, это осуждается обществом. Когда человек предает собаку, на это мало кто обращает внимания. Подумаешь, собака. А ведь именно с собакой крепко связано такое понятие, как преданность. И нам, людям, стоит поучиться преданности, а кроме того, искренности и умение любить у них, у собак. Алабай Проша не так давно бегал по улицам и пугал своим на первый взгляд грозным видом прохожих. Где он жил, кто были его хозяева, никто не знает. Сейчас он живет в приюте для собак, где у него нашлись друзья-люди и даже дама-сердце. Большая дворняга-снежка. Малыша, которому пока не дали имени, нашли у рынка красный камень с синей ленточкой на шее. Может, потерялся? Или поиграли-добросили? Такое, к сожалению, бывает часто. Подтверждением тому, этот приют и ему подобные. Ветеринарный врач с 34-летним стажем Наталья Левицкая каждый день сталкивается с собачьими бедами, виновники которых – люди. В случае разные бывают по собакам. Была у нас собачка, которая спасла своих хозяев. Дом загорелся, она всех разбудила. Они успели все выйти. Они ее бросили. Сказали, у нас дома теперь нет, она нам не нужна. Но, к счастью, эту собаку пристроили, она попала в очень хорошую семью. Случаи разные, порой просто не поддающиеся объяснению. Слушая горькие собачьи истории, думаешь, человеческой жестокости, кажется, нет предела. У собак психология намного честнее. У собаки намного порядочнее многих людей. И я так думаю, что добровольно собака хозяина своего не бросит, если все было в порядке. А почему люди так себя ведут? Ну, кто его знает, ситуации бывают разные. Продают дома, переезжают в квартиры. Хотя при желании ничего невозможного нет. Одна собака всегда где-нибудь, место одной собаки всегда найдется. Все зависит от желания. Все зависит от отношения. Не знаю я, а почему родители отдают в детские дома? Почему от детей избавляются? Это, наверное, все, в принципе, одна проблема. Сейчас в приюте более двухсот собак. Постоянно с ними работает четыре человека. А в выходные приезжают волонтеры, привозят корма, выгуливают животных. Они все уже ждут. Только услышали машину, уже собаки радуются, уже с ума сходят. Причем мало того, что они радуются сами по себе, они еще ходят гоголем перед другими собаками. Вот ко мне приехали, вот я такой весь из себя, а вы там. Навестить питомцев приюта приезжают люди самого разного возраста. И социального статуса. Все приходят с добром, говорит Наталья, а уходят с радостью в сердце. А иначе и быть не может. Такую радость человеку могут дать только дети и животные. Хотя собаки те же дети, а приют очень напоминает детский дом. И как в детском доме воспитатели, так и сотрудники собачьего приюта стараются не только содержать своих питомцев в чистоте и сытости, но и уделить внимание. У каждой собаки есть кличка. Это Юрик. Его нашли в день юриста. Это Янек. Он появился в приюте в январе. А это Пушкин. Посмотрите на его профиль. Есть тут и породистые собаки. Есть покалеченные не только морально, но и физически. Юми совсем слеп. А у Фантомаса больные задние лапы. Но все они ждут. Ждут своего хозяина. Собаки удивительные существа. Даже если их однажды уже предали, они вновь готовы поверить человеку, как самому лучшему другу. Некоторых собак удается пристроить в семьи, на предприятия. Но сотрудники приюта еще долгое время отслеживают их дальнейшую жизнь и оказывают необходимую помощь. Мы периодически приезжаем, курируем, что нужно, помогаем, что от нас нужно. Мы поможем помочь с вакцинацией, с глистогонным. Поможем помочь с кастрацией, со стерилизацией тех собак, которых у нас приобретали. Работники приюта для собак с радостью принимают помощь всех желающих и приглашают к дружбе и сотрудничеству. Ну а собаке? В их глазах написано все. И пережитые беды, и надежды на обретение дома, и любящего хозяина. Татьяна Брылова и Адамия Елена Кушлева, Видное ТВ.